Здравствуйте! В 10-м юбилейном выпуске видеогазеты School Life мы, ведущие первых газет, Александр Малафеев, Мирошкина Татьяна и я, Косарев Сергей. Мы поздравляем вас и редакцию видеогазеты с юбилейным выпуском и желаем вам талантливых ведущих, интересных выпусков, больше приколов и всем хорошего настроения! Спасибо за поздравление! Мы вам желаем не забывать школу и почаще нас навещать! Мы продолжаем наш выпуск! Куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в ее одном, какие песни пел, я ей про Севердаль. А ведь это про нашу Катю, Селивана! Вот уже 7 лет я занимаюсь в Рязанской музыкальной школе номер 1 по классу 8. В этом году мне предложила моя учительница участвовать в конкурсе «Салют талантов» во Франции. Я согласилась. Конечно, было очень волнительно. Я очень много готовилась добирать мы до Франции на самолете. Когда мы туда прилетели, у нас сразу же была поздравляем экскурс. На следующий день у нас был конкурс. Я играла в конце первого отделения. Когда жюри прослушала все три отделения, мне сказала результаты. На награждение я узнала, что у меня второе место «Сольный» и первое «Франсан». Я была очень рада, потому что это был как бы мой первый такой конкурс. Во Франции мне очень понравилось. Там очень приветливые люди. Они всегда здороваются, даже с знакомцами. Достопримечательность, все очень красиво. Не скудеет школа «Таланты». Это доказал теперь же традиционный фестиваль проектов. Я подготовила проект по основам православной культуры на тему «Храм Иоанна Богослова села Захарова». Цель моего проекта – рассказать о храме Иоанна Богослова своим одноклассникам. Задача моего проекта – узнать историю и познакомиться с устройством храма, найти необходимую информацию и фотографии храма, узнать о том, как работает храм, какие богослужения проходят в настоящее время. Этап моего проекта. На подготовительном этапе я определяла цель и задачи моего проекта. На основном этапе занималась поисковой работой, по сбору информации, беседовала со взрослыми, посещала библиотеки, работала с литературными источниками, интернет-ресурсами, обрабатывала и обобщала материалы. На заключительном этапе я создала презентацию, которую хочу вам сегодня показать. Несколько веков назад Захаровские вороньи-выселки, как ранее именовалось Захарово, были вочиной Богословского монастыря. Существует предание, что Богословский монастырь когда-то находился на территории Михайловского уезда, между внешними селами, Плахино и Высокое, а затем был принесен в село Почково, Тывовского района. Потому-то наша земля израилья именуется Богословщиной, и много храмов на ней освящено было в честь любимого ученика Христова, апостола Иоанна Богослова. Главный престол храма в селе Захарово тоже освящен в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его строительство началось в мае 1868 года. Храм возводился на средства прихожан и разоглаготворительных, и из-за них хранки средств работа растянулась на 20 лет. Разведение началось с трапезной. 25 сентября 1869 года она была освящена. Основной храм и колокольня устроились позднее, с использованием уже другого проекта. Первоначальный проект церкви был выполнен ипорхиальным архитектором Чистосердовым по образцу Ильинской церкви города Рязани. Именно по этому проекту была построена трапезная. Но уже в 1869 году прихожане и священники к новой церкви обратились к прошениям об изменении проекта основного храма из-за невозможной тесноты. Объем основного храма был возведен и освящен в 1876 году. Возведение колокольня затянулось до конца 1880-х годов. Ее строительство завершилось в 1889 году. Жители села сохранили предание, что создание Захаровского храма внес лепрый святой праведный Иоанн Кронштадтский. Недавно изданная его переписка дает нам подтверждение, что действительно отец Иоанн был одним из жертвы Диннеголопольным Захаровского храма. Так выглядел храм в 20 веке, в годы гонения на православную веру. Колокольню разрушили перед началом Великой Отечественной войны. Колокола с нее сняли еще в 1936 году. Само здание храма передали под склад райкон. Сейчас уже мало осталось людей, кто помнит храм таким, как на этой картине. В 1990 году его возвратили в верующие. Была проделана колоссальная работа по восстановлению церкви. В настоящий момент готов проект по восстановлению колокольни. Идет сбор средств на это благое дело. Так выглядит иконостас храма, за которым располагается алтарь, освященный в честь апостола и бандилиста Иоанна Богослова. На иконе апостол Иоанн изображен голуботным старцем. Он прожил на земле более 100 лет, оставшись единственным человеком, кто видел Иисуса Христа во время его земной жизни. В ходе работы над проектом я изучила житие апостола и бандилиста Иоанна Богослова. В нашем храме есть два предела. Первый предел в честь иконы Божьей Матери, именной Госкорпослушницы. Второй предел в честь святителя Николая Чудотворца. А сейчас я хочу вам рассказать о жизни прихода храма сегодня. С 2003 года настоятелем Иоанна Богословского храма является Претоиерей Италий Белов, который не так давно был назначен благочином Захаровского облака. Богослужение в храме. В традицию вошли соборные богослужения священников Захаровского и Рязанского западного благочиня. В престольный праздник в честь иконы Божьей Матери, именуемой Госкорпослушницы, которая отмечается 22 ноября, в нашем храме служил собор священнослужителей. Детям бить уникальный кадр. Два настоятеля. В соборном служении принял участие отец Сергий Огородников, служивший в Захаровском храме в 90-е годы прошлого века. Сейчас он расстоятель Мерлинского поправского храма в городе Рязан. В приходской библиотеке собрано более тысячи книг при отечественных изданиях. Около 150 читателей пользуются ее услугами. При храме действует воскресная школа. Посещающие ее дети постигают основу православной веры, общаются, готовят к праздничной обстановке, занимаются уходением. Такие веселые корзинки изготовили ребята к празднику Светлого Христова Воскресенья. Буду уж на протяжении 10 лет прямо на Богословском храме на Пасху и Рождество Христова проходят детские праздники для детей и взрослых, которые готовятся силы воспитанников Воскресной школы и взрослых прихожан. Бывшие воспитанники Воскресной школы подросли и продолжают участвовать в храме. Я подготовил проект на тему «Мое село Захарова». Я составила план. Цель проекта – познакомиться с моей малой родиной, с селом Захарова, рассказать о его прошлом и настоящем, вести одноклассников в мире истории нашего села. Задача – собрать различные исторические сведения о родном селе, познакомиться с собранными материалами по истории села и отобрать информацию для проекта, воспитывать любовь к своему селу у одноклассников, учеников школы. Я использовала методы – поисковые и работа с архивными материалами. Актуальность проекта. В нашем селе существует следующая проблема. Новые поколения забывают историю, не интересуются корнями своими. Вот почему меня заинтересовала данная тема. Но главный вопрос, который заинтересовал меня сначала, почему же все-таки село называется Захарова? Село Захарова образовалось в 1654 году из крестьян-переселенцев. Село Захаровск в настоящее время Елена и имело первоначальное название Захаровске – Вороньи-выселки. Земли нынешнего Захаровского района входили в Михайловский и в Рязанские уезды. В 1929 году был образован самостоятельный Захаровский район. С 1932 года село Захаровске-выселки получило имя Захаровское, а в дальнейшем – Захаровск. Легенды села. В редописи местной церкви записано, что в 1654 году из села Захаровска вытянулся на новые места Воронин Михаил с семьей 18 человек, а с ним племянник – Герасим, Потап, Калина, а всего 8 дворов. По фамилии старшего переселенца из стали называют селение Воронины-выселки. Позже называли просто Воронины. В качестве деревни Захаровские выселки входили в состав прихода села Катагоща. Затем в ней была построена деревянная церковь, в которой пришла в ветхость. В 1876 году вместо деревянной в этом селе на средство у прихожан была построена каменная, пятиглавая Богославская церковь. К 1917 году в церкви было три престола, главный во имя святой Анны и апостола, и евангелиста Иоанна Богослова, в пределах в честь иконы Божьей Матери, скоропослушницы и во имя святителя, Николая Чудотворца. Церковь была закрыта 18 июня 1931 года. Основной достопримечательностью села является восстановленный храм Иоанна Богослова, построенный в конце XVII века. В те же 20-е годы в районе проводилась большая работа по созданию колхозов. В 1930-1931 годах колхозы были созданы во всех селах, из промышленных и торговых заведений и предприятий. В Захарове существовали три чайных и столько же молочных лавок, три ветряные мельницы, постоялый двор, кузница и церковный кирпичный завод. Затронули Захаровцев и события Великой Отечественной войны. В 1941 году началось изгнание фашистских войск, которые ненадолго оккупировали Москву, село Захарово, стремясь окружить Москву. Как известно, знаменитая битва за столицу стала предшественницей Великой Победы. В селе работает Краеведческий музей района. Открытие музея было приурочено к 350-летию села Захарово и состоялось 3 декабря 2004 года. В селе Захарово имеется школа на 350 мест. Местный дом культуры славится своими коллективами. Я хотела бы вам прочитать стихотворение. В апреле наша команда приняла участие в областных президентских играх. Поглядите на них. Как всегда, ко дню космонавтики прошел конкурс рисунков. Лучшие представлены на выставке. В апреле школа трудилась на субботниках. Переводили в порядок школьную территорию и не только. И что только дети не придумают. Смотрите. Приколы. Заканчивать работу кружки. Третьи классы познакомились в музее с выставкой фотографий из областных музеев об истории края. Самое главное событие весны – праздник Победы. 9 мая. К нему долго готовились. Я действительно не только знала войну с самого начала. Мне было 5,5 лет, когда было объявлено радио начало Великой Отечественной войны. Я помню даже день. Такой солнечный был. Яркий, теплый. Мы собрались в гости к моему дяде. Мы в центре города жили, в Сталинграде. А дядя у нас жил в микрорайоне. Там три было таких крупных микрорайона, где были сосредоточены самые такие главные производства города. Это были три крупных завода, которые являлись крупными не только для Сталинграда, но вообще для всей страны. Они были построены как раз в годы этих сталинских пятилеток. Он жил на баррикадах. А в городе до войны вообще транспорта городского не было. Для вас это странно сейчас, конечно. Но единственное, ходил трамвай. По всему городу проходил и вот в эти микрорайоны. Вот почему сейчас, когда я слышу «Встает страна огромная». Я не могу без слез ее слушать, эту песню. Она настолько затрагивает меня, потому что я вижу, мысленно я вижу эти колонны. Бесконечные шли колонны военных, солдат. А солдаты что там форму выдавали? То высокий был, шинелишки выше колен. А сапоги выдавали только офицерам. Даже сержантам не выдавали. И шли они в ботиночках таких. А зимой, 41-й год, это морозы были за 40 градусов в Сталинграде. Что-то необыкновенное. В обмотках, вы, наверное, такой и обуви не представляете, да? Ботинки. А вокруг икр обутки такие вот были. Вот такая была обувь. В пилотках зима, шапок даже не хватало. Вот такое было время. Щекин Денис, ученик 11-го класса, представил на районный конкурс «Моя гордость, Россия» проект 11-го класса. Видеопиль. Об участниках Великой Отечественной войны. Дедок и прадедок, учащихся класса. Волнующим событием стал фестиваль патриотической песни. «Моя гордость, Россия» «Мне где недавно живу, И историю знаю по книжкам, Но зато про большую войну Я живые рассказы слышу. Весь на свете один человек, Он всегда говорит мне правду. И в душе остается свет, Остается со мной мой прадед. Прадедушка, прадедушка, Он всю прошел войну, От полки до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, Он и дальше осталось, Он дальше живет мою истинно. Прадедушка, прадедушка, Он и в душе вздох, Прадедушка, прадедушка, Он и дальше живет мою истинно. Прадедушка, прадедушка, Он и дальше живет мою истинно. Прадедушка, 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 Он и дальше живет мою истинно. Прадедушка, 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 Он и дальше живет мою истинно. Прадедушка, пламя истинно. Прадедушка, прада, этой глазки! Прадедушка, прадедушка, Ариф, фе Snap'я comparison. ПЕСНЯ 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 Солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял. Праздник Победы был посвящен третий межрайонный турнир по греко-римской борьбе. Победы был посвящен третий межрайонный турнир по греко-римской борьбе. Победы был посвящен третий межрайонный турнир по греко-римской борьбе. Победы был посвящен третий межрайонный турнир по греко-римской борьбе. Победы был посвящен третий межрайонный турнир по греко-римской борьбе. Вот и все. Наша редакция и мы ее ведущие, Смирнова Влада и Собольф Никита, прощаемся с вами и желаем вам веселых и интересных каникул. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok